День добрый, уважаемые дамы и господа, зрители моего канала Очень много вопросов от вас я получил уже после публикации целой серии своих статей и видео касаемо вакцинации, пандемии Очень много вопросов, тем не менее, у людей остаются по поводу так называемой ре-вакцинации Уже, как мы видим, она вызывает достаточно серьезные опасения у многих и многих людей Итак, так как вопросы на эту тему есть, я отвечу, но несколько по-другому, с той точки зрения, которую еще не озвучивал Итак, по признанию самих врачей, вирусологов, вакцина, любая вакцина, любая, повторяю По сути дела является имитацией природного заражения, то есть имитацией инфекции Но тогда надо понимать, а в чем, собственно говоря, если это так А в чем, собственно говоря, разница между имитацией, так называемой имитацией и подлинником Вот, если, например, взять картину великого мастера Я имею в виду художника, да? Которую он писал с определенным смыслом И которую, как вы сами понимаете, надо рассматривать под определенным углом зрения При определенном освещении, да? И взять, например, репродукцию той же самой картины Которая будет у вас висеть на стене и выполнять функцию календаря Так вот, картинка, условно говоря, картинка Она как бы одинаковая, но смысл не абсолютно другой Смысл картины кисти великого мастера Это создание определенных образов Которые он запечатлел в определенный момент времени То есть, чтобы было еще понятнее Картину, если она таковой является на самом деле Можно в определенном смысле войти Раствориться в ней, в этих образах А вот, как вы войдете, например, в календарик С похожей картинкой Это еще тот вопрос Я хочу сказать этим сравнением Что имитация никогда, ни при каких условиях Не заменит подлинника Никогда Потому что несет никакой, ни смысловой, если хотите, даже, я бы сказал, духовной составляющей Имитация внешняя вовсе не подразумевает имитации, передачу внутренней составляющей Это уже непосредственно к вакцинам Мало сымитировать Надо понимать, а, собственно, для чего это все делалось И какая, по сути дела, информация передается Ведь можно обмануть любого человека Можно обмануть, я не знаю, миллиард людей Но нельзя, просто невозможно обмануть Саму природу, ее законы, ее законы жизни, созидания Принципы самой устройства жизни Принципы нельзя обмануть Еще что надо сказать Что пока не будет всеобщего понимания Что вирусы Это своего рода Природные, можно сказать Современным языком Природные флешки Которые несут информацию Всему живому на Земле В том числе и человеку Информацию обновления Так вот, пока не будет У большинства этого понятия Я уже не говорю, что У большинства врачей У большинства вирусологов Чтобы хотя бы люди это понимали Я же об этом постоянно говорю В своих видео, в своих статьях Так вот, ничего принципиально и существенно не изменится Подавляющее большинство населения Точно так же будет трястись от страха Оплачивая при этом Естественно, все возрастающие аппетиты Фармоиндустрии Я думаю, вы понимаете, что я говорю Вот по поводу мутации Всех запугивают вирусы Начинают мутировать Естественно, вакцины за ними не поспевают Мутация, мутация Конечно, конечно Как может Как может жалкая репродукция Поспевать За оригиналом Я же о чем и говорю По поводу мутации Мутация Это, по сути дела Это постоянный Постоянно происходящий Природный процесс Изменения Изменения Кого-либо Либо чего-либо Вот это и есть определение мутации Например, вот если Продолжить тему С вирусами Все информации В вирусах Ну, я думаю, вы уже знаете Сколько уже об этом Как говорится Говорено не раз Так вот, все информации В вирусах Она записана В РНК Чем больше Будет вирус Использовать Свою РНК То есть ее активировать Передавать По сути дела Информации Тем больше Возникает Будет возникать Ошибок Так называемых Мутаций Чем больше Вы вставляете Например, ту же самую Флешку В свой компьютер Уж Больше Точно так же Возрастает Количество Что данные В какой-то момент Я не знаю Там сбой электричества Произошел Что-то еще Будут потеряны Или, например Информация Как-то случайно Будет стерта Ну, вы просто Не придумышли Вы нажмете Там не ту кнопку И все Так вот Чем больше Вот этих действий Как бы на автомате Тем выше Естественно Если опять Переходят Вирусом Тем выше Процент Мутаций Дальше Что? Ведь Надо понимать Что В РНК Вирусе Ну, как минимум Сейчас Окола Тридцати По-моему Тысяч Букв То есть Знаков И если Одна Например Там Или две Буквы Даже Выражаясь Условным языком Каким-то Образом Каким-то Чудесным Ну, я не знаю С течением обстоятельств Например, они изменятся Или они потеряются Несколько букв Из тридцати тысяч Как вы считаете Смысл такого послания Изменится или нет? Не изменится Смысл не изменится Не надо этих слов бояться Надо просто понимать Что за ними стоит И скрывается Вирусы Вообще По своей сути И природе Постоянно Постоянно Всех И все Постоянно Меняют Ну, что можно сказать Тогда Что Любой человек Любое животное Любая бактерия Любой грибок Который Познакомился С каким-то Новым вирусом Может, а мутировал Да Можно и так сказать Ну, кому это Как бы В социуме Этому понятию Мутация Придан Явно Негативный подтекст Именно на этом Все строится То есть Если вы знаете Что это такое Ничего страшного В этих словах нет Просто надо разбираться Так вот Благодаря Передаче Вирусами И информация Всего Информации Всего живого На земле Вот это самое Все живое На земле В том числе И человек Оно постоянно Приспосабливается К изменению Условий Окружающей среды Это закономерный процесс Ну Если говорить Опять же Вернуться Что получается Все и вся мутирует Ну хорошо Пусть будет так Понимаете Это план Это сценарий Природы Который написан Не человеком И не человеку Его изменять А если уж Человек берет На себя Такую Ответственность По Так сказать Смене авторства И начинает Влезать В этот сценарий Со своими Какими-то Заготовками Которые Ну я бы сказал Подделками Которые Чем-то похожи Да Как я вот Вначале говорил Кисть великого мастера Например И жалкая репродукция В виде календаря Если он берет На себя Смелость И все это Ну тогда пусть Возьмет на себя Смелость И за последствия Которые все это Вызовет Иммунитет Человека Вам тоже надо Это понимать Уже как бы Без этих базовых Основных понятий Вы дальше Не продвинетесь Если хотите Разбираться Если хотите Сами Знать и понимать Что Подразумевают Те люди Которые пишут Статьи В которых Прочитаешь И жить Которые не хочется Так вот Надо знать И понимать Что иммунитет По сути дела Человека Это на 80% Его микробиона То есть Наши с вами Сожители Которые Живут Внутри нас В том числе И вирусы Да Как ни странно Именно Вирусы Постоянно Достраивают Нашу ДНК Как ни странно Именно Благодаря Вирусам Наш геном Встроена Информация Посредством Передачи Ее Вирусами Которая Предохраняет Нас От многих Заболеваний Именно Вирусы Поддерживают Наш иммунитет В активном Состоянии Так вот Любая Возвращаясь К вакцинам А еще лучше К ревакцинациям Так вот Любая Принцип Любой Вакцины Принцип Действия При попадании В организм Она тормозит Иммунитет Вот хотите У этого Или нет Но это Именно Принцип Вакцины Краеугольный Я бы сказал Принцип А если Есть ли Этих Вакцинаций Несколько То есть Вот этих Торможений Но По сути Дела Ревакцинации Просто-напросто Добьют Иммунитет И он Станет Полностью Перестанет Существовать Таким Каким Создала Природа Вот Из-за Простого Непонимания Следовательно Из-за Страха Перед Словом Мутация Человек Может Стать Уже Не Человек Если Так Образно Сказать Вот смотрите Я могу Привести В качестве Примера Тяжелейшие Жуткие Просто-напросто Истории Людей Которые Ко мне Обращаются Которые Даже Ко мне Не обращаются Которые Больны Сахарным Диабетом Ну Например В сахарном Диабет Так Вот Эти Люди Больные Сахарным Диабетом Они С диабетом Они Вынуждены Постоянно Так Сказать Сидеть На Инсулине Следовательно Его Поджелудочная Железа Такого Человека Который Искусственно Извне Получает Инсулин Она Место Оздоровления Оздоровления Поджелудочное А потом И всего Человека За этом Место Этого При таком Так называемом Лечении Инсулиновым Получает Поджелудка Полную И ничем Неисправимую Атрофию То есть Со всеми Вытекающими Посредствиями Вот Основной Метод И Принцип В принципе Лечения Современного Лечения Таким Как его Видит Современная Медицина Не вернуть Состояние Здоровья Отдельно Взятому Органу В данном Случае Поджелудочной Железе А следовательно И всему Организму В целом А лишь Дать ему Временное Облегчение Вот этим Самым Инсулинчиком Но Какова цена Этого Временного Облегчения А цена Это Постоянное И необратимое Угасание Всех Функций Организма У всех Диабетиков Второго Типа Вместо Излечения Наступает Отсроченная Но Необратимая Катастрофа Для всего Организма Думаете С вашим Иммунитетом И с ре Вакцинациями Будет не так О том Как Этого Не допустить Что надо Применять Вместо Банальных И я бы даже Сказал Чрезвычайно Опасных Имитаций Я в принципе Рассказываю В своих Видео И статьях Но Сегодня Я бы хотел Еще раз Подчеркнуть Что Только Природное Взаимодействие Так как Оно было Задумано По природному Сценарию Взаимодействие Человека С окружающей Средой В том числе И с вирусами Соответствует Самим Целям И самим Понятиям Сценария Под названием Жизнь Как таковая Только Здоровый С активным Иммунитетом Человек Сможет Не только Я бы сказал Без болезни Но Пережить День Сегодняшний Ну и С уверенностью Шагнет День Завтрашний Который Как мы все Понимаем Начинается Уже Сегодня Смотрите Смотрите Видео Читайте Статьи Я постараюсь Указать И видео И Статьи Которые Я бы Порекомендовал Вам Прочитать В связи С сегодняшней Темой Под Описанием К этому Видео Спасибо За внимание До встречи